Лужня России, Кросснация и российский Азимут. Примерно в таком порядке друг за другом располагаются самые массовые соревнования страны. Занимая почетное третье место, спортивное ориентирование, тем не менее, вправе рассчитывать на повышение своего рейтинга. Интерес к этому виду спорта растет и во многом благодаря ежегодным майским забегам по всей России. Куда отправится в воскресенье спортивный следопыт, расскажет Роман Четверяков. Благодаря ориентированию кировчане за 8 лет успели детально изучить многие уголки областного центра. Неоднократно им даже приходилось включать скорости голову за чертой Кирова. Нынче поиск контрольных пунктов соберет любителей профессионалов в районе лыжной базы у Северной больницы. Зимой здешнюю трассу обкатывают лыжники, летом она идеальная местность для российского Азимута. Соревнование это ориентирование по выбору, когда участник самостоятельно выбирает определенное количество контрольных пунктов и за наиболее короткое время должен преодолеть выбранный свой маршрут. И естественно у каждой группы у нас определено количество КП, которые участники должны взять. Наибольшее число КП значится у молодежи, наименьшее у самых юных ориентировщиков. Именно с их старта в полдень и начнутся соревнования. А последний 14-й забег судьи отправят на дистанцию спустя полтора часа. Почти что спринтерское прохождение маршрута с лучшим временем обычно по 20 минут и есть характерная черта Азимута. Ведь по словам организаторов он не ставит целью выявить сильнейшего спортсмена. Здесь важен принцип участия любого, кто желает попробовать себя в ориентировании. Если бы не квота, то таковых набралось бы немало. Этот спорт сейчас активно развивается в центрах туризма. Недавно было открыто и специальное отделение при третьей спортшколе. Занимаются у нас, скажем так, спортивным ориентиром где-то около полутора тысяч человек. Есть результаты на всероссийском уровне, есть призеры, победители. Есть призер международных соревнований, которые прошли у нас в городе Уфе. Детские международные игры там у нас девушка Мария Блушкова заняла второе место. Стартовые номера пока еще есть в наличии. Регистрация участников продолжается на базе утрамплина. Сделать заявку можно будет и в день проведения азимута в воскресенье 26 мая непосредственно на месте его проведения, но не позднее часа до его открытия, которое, по прогнозам синоптиков, будет сопровождать хорошая и теплая погода. Роман Четверяков, Валерий Никулин, Вестикиров.